Здравствуйте, дорогие наши маленькие любознательные читатели, а также их родители. Сегодня я хочу пригласить вас попутешествовать в далёкую историю нашей страны, а именно в 17 век. Ну, история, это скучно, наверное, скажете вы, а вот и нет. Ребята, вы же любите слушать чудесные рассказы о храбрых героях, прекрасных царевнах, вас веселят сказки о добрых и злых волшебниках. Тогда наверняка вам должно быть очень интересно будет слушать не сказку, а быль, то есть сущую правду о том, как жили наши предки. И таких историй написано множество. В истории, в отличие от сказок, действуют реальные персонажи. И там добро не всегда побеждает зло. Зато какие персонажи, а какие личности. Великий Пётр, царь, реформатор, строитель, плотник, мореход. С его на троне воцаренья Россия славный путь ведёт. Он был тогда горяч и молод, стремился Русь преобразить, Чтоб никогда ни враг, ни голод Её не смели поразить. Ему не страшны были войны, Играя строил он полки, Чтоб, возмужав с народом вместе, Давать отпор врагам страны. Создал он флот отчизны нашей, Открыл морские он пути, И, прорубив окно в Европу, Немало сделал для страны. И что там шведы, Карл, Полтава, Сумил стихию обуздать, И на неверь им присмирённой Прекрасный Петербург создать. Служил он истого державе, Отдав все силы для того, Чтоб, восхищаясь, предков славе. Мы вечно помнили его. Вы, наверное, догадались, мои любознательные читатели, О ком пойдёт мой рассказ? Ну, конечно, о Петре Первом, Или Петре Великом, Как его все называют. Сегодня я хочу вам буквально немножко рассказать о том, Как Пётр Великий был маленьким. А начнём мы с вами с предсказания. Появление на свет Петра было связано с таинственным предсказанием. Однажды два монаха по звёздам предсказали царю Алексею, Что у него родится сын Пётр, И что именно он из детей наследует его престол, И станет таким героем, с которым не сравнится никто из современников. И вот в ночь на 30 мая 1672 года Над Москвой на тёмном небе засияла яркая большая звезда. В этот момент вторая жена Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, родила ему сына. Наутро люди говорили, что царский сын будет великим человеком, Ибо Бог присутствует по его появлению, И известил он об этом новой звездой. Маленького царевича назвали Петром В честь святого Петра. В этот день как раз был праздник святого Петра. Удары колоколов кремлёвских соборов Нарушили утреннюю тишину столицы. Весёлый перезвон продолжался весь день. Так по традиции отмечалось прибавление семейства в царском роду. Пётр родился здоровым мальчиком. Учёные-доктора удивлялись его большому росту. В честь этого счастливый царь-отец Устроил через месяц угощение, Или так называемый родильный стол. В Кремле есть самая большая и богатая палата. Её называют Грановитной. В этой палате и собрались гости, Знатные люди из всей России. Они привезли маленькому Петру подарки. Всякие разнообразные. Это были и хрустальные кружки, И золотые губки, и персни, и даже кресты. Гости удивились на громадную ковришку, Которую надо было съесть. Ковришку украшал государственный керб. Два орла, отлитые из сахара, Весом больше 20 килограмм каждый. А ещё были сахарные лебеди, попугаи, утята, И даже сахарный Кремль с башенками, Пушками, пешими и конными войсками. Но надо сказать, что сахар в то время Считали на Руси редким и очень дорогим угощением. И ещё у маленького царевича Петра Были, конечно же, няньки, Которые следили за его бельём, одеждой, постелью. И когда он научился ходить, Его стали одевать, как взрослого. Только эта одежда была маленькой. Маленький кафтан, маленькая шубка, Маленькая шапка. Появились у него и, конечно же, первые игрушки. Но они были деревянные, Обшитые кожей лошадки на колёсиках. У лошадок были настоящие сёдла и даже уздечки, Которые были украшены драгоценными камнями И расшивали золотыми нитями. Ещё среди игрушек были пушки, Маленькие луки и стрелы, Ну и, конечно же, барабаны. А чтобы маленький Пётр не скучал, Ему приводили детишек из знатного рода И из знатных семей. Ему исполнилось всего три года, И у него уже была маленькая золотая карета, В которой впрягались крошечные лошадки. Только недолго длилось беззаботное детство Маленького Петра. В свои десять лет он уже был царём. Правда, царствование его было сначала Немного странным, Потому что царствовал он пополам Со старшим братом Иоанном. Для них сделали специальный двойной Серебряный трон с высокой спинкой. Когда приезжали иностранные послы, Цари принимали их в Кремле В приёмной палате. Стены палаты были обиты Дорогими турецкими коврами. Иностранное посольство Торжественно входило в палату И медленно приближалось К Серебряному трону, Сделанному как бы из двух кресел. В креслах, в роскошных царских убранствах Сидели рядышком два русских царя Иоанн и Пётр. Старший брат Петра и Иоанн Был от рождения болен. Он плохо видел, Немнятно говорил, И очень многие считали Его даже слабоумным. А Пётр был ещё маленьким, Поэтому за высокой спинкой трона Прятались взрослые бояре. Они подсказывали, Какие слова нужно говорить царям И что делать, Когда вставать, Когда отвечать на поклоны, Какие задавать послам вопросы. Послы удивлялись, Насколько были непохожи Два брата царя. Иоанн сидел на троне неподвижно, Нахлобучив шапку на глаза И глядел всегда в пол. Ему было ничего неинтересно. Он довольно плохо видел. По-видимому, он мечтал, Чтобы скорее закончился Этот торжественный приём, И его отпустили во дворец. Младший же Пётр, наоборот, Смотрел со всеми, С большим интересом, С большим восхищением. Он был очень красивым, Очень живым, весёлым мальчиком. И когда послы вручали Велительную грамоту царя, Полагалось встать в одно и то же время, Приподнять шапки И спросить о здоровье Иностранного короля. Как раз это и подсказывали Взрослые бояре Из-за спинки трона? Они-то уж хорошо знали Весь дворцовый этикет. Услышав подсказку, Иоанн долго соображал, Что надо делать. Пётр же раньше всех И раньше подсказки Скакивал с места, Сам приподнимал шапку И спрашивал с большой улыбкой на лице. Его королевское величество, Брат наш Карл Усейский, Здоров ли он? Как он себя чувствует? Этот человек, Обнаруживающий таланты С ранних лет, Должен прославить Россию, Докладывали послы Своим королям После возвращения на родину. У царя Петра Были два учителя Никита Зотов И Афанасий Нестеров. Они научили его читать, Писать, Произносить наизусть Главные места из Библии. Большего, в общем-то, Они и сами не знали. Какие еще на земле есть государства? Какие государи есть? Всегда спрашивал маленький Петр, А учителя только плечами пожимали. Когда маленький Петр вырос И, как говорят, Превратился в Петра Великого, Он очень жалел, Что в детстве Его плохо учили наукам. И ему пришлось Очень многое узнавать самому. Зато маленький царь Свободно разгуливал по улицам И узнавал то, Что он никогда бы не узнал, Если бы рос во дворце. Пройдет немного времени, И Петр начнет вершить Большие государственные дела. Строить новые города, Прокладывать новые дороги, Создавать российские школы И академию наук, Поднимать промышленность, Новую армию И, конечно же, морской флот. Русский царь мечтал о новой жизни Для своей страны. Петр I старался быстрее Научить своих подданных Всему, что узнавал сам Из книг Или во время путешествий По европейским странам. За 20 лет своего правления Россия из отсталой страны Превратилась в великую Европейскую державу. И за это мы и называем Царя-преобразователя Петром Великим. Дорогие ребята, Уважаемые мои, Любимые читатели, Если вы хотите узнать больше О том, о чём я сейчас рассказала, О великих людях, О их жизни, О их деятельности, Конечно, вы можете всё это узнать Из книг, Которые всегда есть В наших библиотеках. Поэтому я приглашаю вас к нам. Приходите, Мы будем всегда очень рады.